В онлайн приемного губернатора поступает большое количество обращений по поводу строительства Ледового дворца, Ледового стадиона в городе Вологда. Решение по которому принято. Вы знаете, что мое обращение в адрес министра спорта нашло поддержку. И нам выделено более 250 миллионов рублей на строительство. Выиграла уже подрядная организация проектная. И благодаря вашим обращениям я заключение контракта остановил. Почему? Потому что мы предлагали на обсуждение в правительстве Вологодской области несколько вариантов размещения Ледового дворца. Почему-то без учета мнений жителей было выбрано место Ковыринского сада. И поэтому я считаю, что это решение моими коллегами было принято неправильно. Давайте послушаем вас, а потом мы приемте решения, которые должны быть приняты. Ковыринский парк – это единственная сохранившаяся в городе барская усадьба 18 века. Причем сохранилась она почти полностью. После революции в барском доме расположился Октябрьский детский дом, где в свое время проживал Валерий Гаврилин. И поэтому нам очень важно, чтобы именно историческая ценность этого места была сохранена. Я думаю, что нам надо запустить голосование, обсуждение именно на вашем сайте, на сайте администрации. Потому что выбор должны сделать горожане, которые живут в нашем городе, а не чиновники. Площадь застройки гигантская. Если там проводить соревнования, то нам надо как минимум 200-300 парковочных мест организовать. Транспортная логистика должна быть. И запустить процесс проектирования только после того, как мы эти общественные обсуждения завершим. И народ проголосует за место его размещения. Можно такой механизм где-то две недели взять на проработку земельных участков. Потому что помимо земельных участков, то, что у вас находится, мы должны посмотреть, что возможно с подведения сетей. С технической точки зрения посмотреть, то есть я соберу все коммунальные службы, земельные участки, как только отработан, я с вами согласую. И выставляем тогда через две недели на голосование. Естественно, мы не против строительства ледового дворца в городе. Мы полностью разделяем, что нужно, но не в ущерб других объектов, в частности Каверинского сада. Город мы видим, как развивается. Это благодаря вашей поддержке. Мы видим, как садики строятся в нашем районе. Мы такого даже чуда не ожидали, не ждали. Вот оно, счастье, свершилось. Мы вас очень ждем с ледовым парцом. На нашей территории, я думаю, что ледовый дворец на участке в районе Конева, это будет как раз лицом города. Рад и благодарен такому решению. Так как у нас уже есть после участия в проекте «Городская среда» партии «Единая Россия» часть парка благоустроена. Есть уже проект реконструкции парка, где именно на территории бывшей станции «ЕНАТОВ» будет расположена и входная группа, и различные павильоны с арендой спортивного инвентаря. Также планируется у нас площадка для варкраута и все остальное. Я благодарен. Спасибо. Спасибо, что вы подняли тему развития Ковыринского славя. Давайте мы Ковыринский парк будем развивать. Вот вы готовьте предложение, готовьте концепцию, а мы вместе с Сергеем Александровичем будем его потихонечку развивать. Мы первую часть сделали. Пруды, дорожки, благоустройство. Надо двигаться дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!